В общем, в этом фильме вот этот челик, который говорил, что вот этот бред, что если ты родился, если у тебя член, там, типа, то это не значит, что ты мужик, ну, короче, полную херню говорил. Значит, в этой сцене он наказал другого челика за то, что тот крал его, вот что-то там. Я же предлагаю совершенно другую концепцию. Нужно, короче, мужчинам нужно, во-первых, ну, я уже сказал, да, что если ты родился мужчиной, то ты мужчина, и все. По праву рождения. Все, кто говорят обратно, это враги. Или просто с промытыми мозгами несут хуйню. Я предлагаю вам относиться друг к другу, прощать другого мужчину, как своего брата. То есть, никакого вообще вот насилия, агрессии. Это абсолютно... Короче, это все навязано системой. Вот, например, вот эти типы, которые меня отпиздили, боксер, там, и еще латентный, который пнул мне по уху. Короче, они отпиздили, то есть, они ненавидят тех, кто не является гетеросексуалами, но при этом они отпиздили на сто процентов гетеросексуального человека. Ни за что. То есть, даже я с ними делился сигаретами, там, не знаю, ничего плохого я не сказал, не сделал. Ну, потом, когда меня отпиздили, я уже сказал, там, ну, стал обзываться, и все такое, ну, это уже не важно. Это полная шляпа. Полная шляпа. Этим ребятам все равно, кого пиздить. Они просто пиздят, больше вреда относятся таким же простым мужчинам, как и они сами. Вот и все. А это выгодно государству. Я меньше проживу после того, как меня отпиздили. Государству не надо будет платить мне никаких налогов, там, ой, никаких этих... Ну, ничего не надо платить, я себе, ну, эти, пенсионная херня, вот эта вся. Когда вы пиздите другого мужчину, вы просто... То есть, вот эти гомофобы, они пиздят, как правило, почему-то и гетеросексуальных, как правило. Просто, да кто окажется под рукой. Вот это все. Это хуйня. Полная хуйня. Это просто хуйня. Друг другом пиздится. Бокс и все виды спорта, где противостояние друг друга. Это разобщение мужчин, деление их на врагов и приучение их к тому, что нужно... Приучение их к войне, к всякой хуйне, которая в современных условиях ведется ради зарабатывания бабла элитой. Мелкой прослойкой людей, которые торгуют оружием и прочее. Ну, это все. А простые люди друг друга убивают. Драка ничем не отличает. Ну, по сути, она похожа на войну по своей... По форме она отличается, но по сути она похожа. Как и командные игры. Короче, я считаю, что нужно... Короче, вообще все, кто пиздится друг с другом. Бокс там, всякая хуйня. Это все просто подсистемное... Короче, еще обратите внимание, что система одобряет все это. Она все это навязывает. Я говорю вам, нужно вообще никогда не драться мужчинам и все. Кто говорит обратное, это враг или просто с промытой системой... Ну, лично элита все это проталкивает для простых людей, чтобы они пиздились друг с другом, хуйней занимались. Никакого нет оправдания тому, что мужчины пиздят другого мужчину. Никакого оправдания нет. Это все на руку системе, на руку элите. И все это вредит простым людям. Нам, простым людям. Всем нам, простым мужчинам. Вот что я, в чем я точно убежден. Нет никакого вообще оправдания. Они скажут, что они отпиздили кого-то там... Ну и начнут всякие вот эти вот ярлыки навешивать. Но они отпиздили дитеросексуального простого человека, такого же, как они. И все. Они просто сделали так, что такой же простой человек, как они, стал слабее, меньше проживет, стал несчастнее. И все. Это похоже, как в котле нас варят, и мы друг друга топим, вместо того, чтобы помочь выбраться. Вот и все. Я точно в этом убежден. Я здесь немного подбуханный, но я говорю искренне. Поэтому я говорю искренность. Всегда нужно сочувствовать другому мужчине. Только если он считает себя мужчиной и не пиздит на других там мужчин. Не говорить такую хуйню, что... Если ты там родился с мужчиной, то значит, ты не мужчина, еще не знаешь, что ты мужчина, там прочую дичь несет. Вот что я... Вот о чем я говорю. И вот эти вот... Вообще все, кто... Я вот просто говорю с этого момента. Все, кто пиздятся друг с другом, это просто системные... Они просто все это делают на руку системе, которая является врагом. Разрушает нас. Убивает нас. Мы на войне. И против нас ведется война. Зачем существуют все эти... Все это навязанное системой? Чтоб мужчины друг друга пиздили, унижали агрессию и проявляли друг к другу. Вы ебывались друг перед другом из-за девушки какой-нибудь, который похуй на тебя, на меня и на всех. Которые самой неприятно, что вы там деретесь, подставляя друг другу, прочая хуйня, конкурируют друг с другом. Этот долбоеб Ларин, это настоящий долбоеб, который говорил как-то, что самый типа смак это переспать, типа с замужней женщиной. Этот долбоеб абсолютно, дегенерат, враг. Враг мужчин вообще. Его нужно просто ликвидировать, блядь. Как и тех, кто меня отпиздили, как и тех, кто говорит, что... Блядь, кто убежден, что если ты родился с членом, значит, ты еще не знаешь, что ты мужчина. Это полная хуйня и шляпа. Пошли нахуй, блядь. Моя заповедь вам, всем, в этом миру. Они говорят вам, что если ты родился с членом, ты еще не знаешь, что ты родился с членом, это ты еще не знаешь, что ты мужчина. А я говорю вам, что если ты родился с членом, значит, ты мужчина, и все, и точка. И нет никакого оправдания насилию и унижения у других мужчин. Никакого. Ни в армии, нигде. Ни такого не должно быть. Ни на экранах телевизора. Все фильмы и всех актеров, которые снимались в этом говне, где они избивают других мужчин за женщин или просто. Это их нужно, короче, наказать будет. Когда будет нормальное государство, все это во всем мире будет установлен порядок в будущем. Сейчас мир абсолютно, ну, скоро это закончится. Все это дерьмо закончится. Я желаю этому миру, скоро и я сдохну, но я желаю, что этому миру, чтобы во всем, на всей земле был один порядок, где мужчины нормально друг друга относятся, никогда друг с другом не воюют. Они не дерутся, потому что война всегда, элита всегда выигрывает, зарабатывает на этом деньги, избавляясь от конкурентов и личного населения, как они считают. Это все известно, это факт. Говорю вам, нужно вообще во всех фильмах и прочих хуйни, где вы смотрите, это навязанная пропаганда. Ну, все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok